Мы находимся в Олимпийском зале Комитета по спорту Санкт-Петербурга. Здесь работает Центральная комиссия по допуску к 33-й массовой лыжной гонке «Лыжня России», которая пройдет по всей стране 8 февраля. Сейчас мы попробуем зарегистрироваться, чтобы 8 числа с полным правом, с номером и соответствующей атрибутикой принять участие в этом спортивном мероприятии. Лена Георгиевна, кто может принять участие в «Лыжне России» 8 февраля и что нужно обычному петербургу для этого сделать? Давайте начнем с того, что 8 февраля во всей России в 71 регионе одновременно пройдут старты «Лыжни России». Это мероприятие массовое, мы понимаем, что оно привлекает людей к занятиям физической культуры и спорта, и в первую очередь интерес к лыжам. У нас в Санкт-Петербурге старты будут проходить 8 числа одновременно в 18 районах города и будет организован и проведен центральный старт в поселке Парголово, в котором примут участие сильнейшие спортсмены. А для людей, которые живут, и для их удобства, чтобы можно было как можно больше привлечь людей к участию, районы организовывают старты в своих парках и садах. Ну, допустим, Московский район в парке авиаторов проводит, как бы готовит лыжню и проводит. Невский район в лесопарке рядом со спортивной школой проводит. Весь перечень адресов у нас на сайте вывешен для каждого района, чтобы можно было людям, которые хотят принять участие в «Лыжни России», приехать, заявиться в свой район, в администрацию района. На сайте также Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга обозначены адреса, где проходит мандатная комиссия и в какое время. Заявиться, получить инвентарь, это у нас мы выдаем номера и шапочки, и принять участие уже 8 числа, прийти на старт. А для того, чтобы эту комиссию пройти, достаточно просто прийти с паспортом или что-то еще нужно сделать, предварительно? Ну, смотрите, мы в соответствии с нашим положением, которое подготовлено и подписано, конечно, просим участников, чтобы они в том числе подтвердили свое здоровье. Когда группа организованная, то есть люди приходят с заявочками, стоит печать напротив каждого участвующего, допуск врача, который говорит о том, что люди готовы. Если люди самостоятельно хотят заявиться на участие, ну, по нашим правилам мы просим, чтобы они, как бы, справку от врача предъявили все-таки о том, что они могут принять участие, с ними ничего не случится. Но это общее требование, чисто к безопасности самих участников. А вот страховку надо оформлять как-то именно на день соревнований? Ну, день соревнований, для того, чтобы вы ориентировались, чтобы не пугало всех слово, страховка, для участника стоит 30 рублей. В том случае, что если он упадет, несчастный страховой случай, ему будет дополнительно оказана финансовая помощь от страховой компании. То есть это дополнительная какая-то помощь к обязательному медицинскому страхованию? Совершенно верно. Это договор о страховании от несчастных случаев. Это обязательно у всех должно быть? Это обязательно. У нас это условие прописывается во всех наших положениях об участии в соревнованиях. Вот раз уж зашла речь о медицине, то каким образом будет осуществляться контроль за состоянием участников? Мало ли какие-то травмы будут или где-то соревнования на трассах, в районах и на главном стадии? Ну, смотрите, мы при организации соревнований в любом случае в обязательном порядке обеспечиваем медицинскую помощь. Это как бы нормально, это в требованиях и в нашем обязательстве при любой организации соревнований медицинская помощь должна быть обеспечена. У нас на центральном старте будет дежурить две реанимационные машины, две машины скорой помощи, укомплектованные бригадой врачей, соответственно, которые будут оказывать помощь. Плюс, если случится, не дай бог, конечно, с человеком несчастье, он упадет, что-то себе повредит на трассе, подготовлены бураны с волокушами, чтобы можно было этого человека погрузить на волокуши и привезти к скорой помощи, для того, чтобы была уже оказана первая медицинская помощь. То есть, на наш взгляд, вроде мы предусмотрели, для того, чтобы помочь человеку в случае, если что-то, ну, как бы, какой-то экстренной помощи потребуется, мы могли ему оказать. Мы будем надеяться, что никаких несчастья не произойдет, никаких случайностей, но, тем не менее, все участники в какой-то момент проголодаются во время старта. Как это предусмотрено? Ну, хороший вопрос. И хочу сказать, что при подготовке, опять же, к соревнованиям, как бы, есть раздел, да, подготовка, проведение. Опять же, отвечу за центральный старт, и, в принципе, во всех районах они также готовят такие же городки, стартовые городки. В нашем стартовом городке предусмотрено, значит, что? Во-первых, сцена, на которую будет идти культурная программа для участников соревнований, потому что это праздник, у нас массовые мероприятия. Кроме того, что они примут участие, пробегутся на лыжах, они могут послушать концерт, будут выступать участники наших музыкальных, творческих коллективов, которые занимаются в городе. Кроме этого, МЧС привозит нам каши, мы готовим гречневую кашу с горячим чаем. Это будет раздаваться бесплатно участникам, они могут перекусить гречневой кашей с мясом и попить чаю. И будет также организована торговля для тех, кто, ну, как бы, гурманы, которые могут, хотят себе что-то такое сладенького попробовать. Будут работать также торговые точки, в которых можно попить, купить чай себе, кофе, какие-то булочки, выпечку, что-то вкусненькое, там, шоколадки или еще что-то. То есть это все организовано, это все предусмотрено. А вот для победителей, что ждет тех, кто лучше всех побежал? Ну, мы не берем сейчас центральный старт, а в район, да, в добычные жители. Кто-то выиграет старт, а какие призы? Ну, если мы говорим обо всех участниках, да, то у каждого участника ждет подарок, это шапочка, лыжная шапочка, лыжня России. Каждый участник у нас ее получает. Независимость от того, что он пришел и принимает участие. Ну, мы уже обратим внимание, у нас в Санкт-Петербурге, по-моему, все года встречаем постоянно на улице людей лыжня России, такого или Нового года, да. Вот, если обращали внимание всегда, их очень много. У меня это на лыжной стреле, наверное, больше концентрируется, потому что лыжников очень много, выезжающих на лыжную стрелу. Мы, как правило, там встречаем, начиная там с восьмого года, заканчивая вот уже последними годами. Мы всегда лыжня России, такого-то года у людей на шапочках. Что касается победителей, то каждый район и, соответственно, как бы на центральном старте мы предусматриваем подарки победителей. Это кубки, это медали, это подарки. Подарки мы привлекаем, в том числе и спонсоров, чтобы они нам помогли. Ну, как Триал Спорт у нас выступает спонсором, они нам выдают сертификаты, на которые победители смогут себе прийти в спортивном магазине и выбрать как тот или иной инвентарь. В зависимости от места, какой-то талон и фитнес-центры. То есть мы в этом году очень много обратились во многие компании, кто бы мог пойти нам навстречу. Но, учитывая ситуацию, как бы не все, но, тем не менее, наши спонсоры, как бы, мы нашли людей, которые готовы оказать помощь нам в спонсорстве, ну, как бы, помочь с подарками для участников, для победителей, так скажем. Какой возрастной диапазон участников, самый младший, самый старший? Ну, кроме того, что у нас победители по возрастному диапазону, это первые на 5 километров у нас бегут 96-й и старше, и младший 97-й и моложе, да, вот как бы вот эти возрастная группа. Кроме этого, мы награждаем еще самую спортивную семью, самого молодого участника, самую молодую участницу. Мы награждаем самого старейшего участника и участницу, то есть вот для каждой категории предусмотрены такие подарки, потому что понимаем, что малыш, он первым не прибежит все равно, но вот есть малыши, которые приняли участие в стартах. То же самое в районах. Слушайте, ну, трасса у нас не простая в Парголово все-таки, она не предназначена для такой массовой, мы не потому, что мы не хотим всех на эту центральную запустить, но она все-таки более усложненная для более спортсменов. Но посмотрим, как у нас в этом старте. В прошлых годах у нас самое младше было 5 лет, в прошлом году. В этом году я не готова вам сейчас сказать, какого возраста. А самому старшему 93 года был участник у нас, он каждый год принимает участие, пока старше его еще не было. Если кто-то из гаражан хочет принять участие в Лыжной России, но своих лыж у человека нет, где-то на месте старта будут организованы, может быть, прокаты? Ну, это несколько сложнее, учитывая то, что у нас в Петербурге, да, общее количество участников планируется более 21 тысячи, потому что 21 тысяча по нашим квотам, плюс еще районы привлекают участников, там дополнительно изготавливают для них тоже шапочки свои, там Калининская лыжня, Парголовская лыжня, Выборгская лыжня, как бы дополнительно готовят шапочки, это как пример привожу. Сколько будет участие? Ну, порядка 30 тысяч. К сожалению, нет возможности предоставить такое большое количество людей возможность проката. Поэтому мы всех приглашаем, но приглашаем со своими инвентарем, со своими лыжами принять участие. По выезду, ну, у нас, поскольку все-таки не школа, спортивная школа, на которой будем центральный старт, и у нас мы опять к центральному возвращаемся старту, и там более сильные участники, у них у всех есть лыжи, лыжи и инвентарь. Районы готовят в парках свою лыжную трассу, но там пункта проката тоже нет, поэтому я просто рекомендую всем, кто хочет принять участие, чтобы они пришли все-таки со своим инвентарем. Эта неделя, вот она к нам благосклонна в подготовке к лыжне России. Вчера выпал снег, снежный покров улучшился, мы очень переживали, когда пошла оттепель, думали, что будет очень сложно людей запустить, поскольку все начало таять, сложная трасса. Вчера снег выпал, и в парковой хорошая сейчас лыжня, и на многих участках тоже очень хорошая, ну, в парках и садах, по крайней мере, и по прогнозу, по холоданию, и еще снегопад, что, в общем-то, очень хорошо для нас в данной ситуации. Спасибо. Да, пожалуйста. Пока сюда. У вас есть страховка сделала. Вы просто сделали, да? Хорошо. Галеева, Венера. Пятьсот девяносто второй номер. Так, это вы взяли. Взяли. Шапочка, пожалуйста. Все, пожалуйста, участвуйте. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Ну что ж, вот мы прошли процедуру регистрации, теперь 8 числа осталось только прибыть к месту старта. Со своими лыжами.